Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Похоже, пионерская речевка теперь лозунг активистов народного контроля. Ведь рейд по киоскам и магазинам города прокатился только вчера, а сегодня уже новый рейд. Народный контроль, вновь собрав под своими знаменами участковых, административных работников и депутатов, сегодня, как и вчера, отправился по магазинам проверять, как исполняется 171-й закон о запрете продажи слабоалкогольной продукции и пива в киосках и нестационарных магазинах. Ждем хозяина. Продавщица не предоставила никакой информации. А вот она. Можно следить, где-то она. Здравствуйте. Пиво в продаже, конечно же, есть. Документов, конечно же, нет. Новый закон в торговые массы внедряется с оглушительным скрипом и явными пробуксовками. Почти все предприниматели уверены, пока их лично никто не уведомил, что продавать в такой точке пиво нельзя, значит, можно. Я 78-го года в этом городе. Я 78-го, я ветеран этого города труда. Этот город, я лично своим трудом построен. Я два инфаркта получил, пиратное сердце получил. Единственное, что я имею, вот это магазин. Этого хотите отбирать, что ли? Не выйдет никогда. Никто у вас ничего не отбирает. А чем мне заниматься, если это убрать? Чем торговаться? Это понятно, что это ваша выручка. Аналоги попробуй, какие платить. Именно вот это ваша выручка, это понятно? По сути, такое признание предпринимателя рисует довольно мрачную картину. Если пиво – это основной источник дохода коммерсантов такого уровня и рода деятельности, то сколько же горожан и в каком количестве покупают этот пенный напиток? В общем, настрой и нафор народного контроля вполне объяснимы. Мы ездим в основном по тем объектам, по которым очень много жалоб от жителей города. По факту продажи пива. И в первую очередь, по факту продажи пива несовершеннолетним. По ходу народный контроль обращает внимание и на другие нарушения правил торговли. Но под главным прицелом все-таки пиво, понимая, что до воплощения закона в нашу действительность еще очень далеко. Ирина Потехина, Александр Иванов, Народный контроль.